Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Парад только из самолетов и салют в разных частях города. Что еще ждет самарца в День Победы? Смена не больше четырех часов. Интервью с врачом-хирургом, который лечит больных коронавирусом сердечно-сосудистыми заболеваниями. Карантин в стране тюльпанов. Эксклюзивные кадры из Нидерландов специально для нашего телеканала. Россияне будут отдыхать 11 дней с 1 по 11 мая. Об этом во вторник в своем обращении гражданам заявил президент страны Владимир Путин. Работодатели должны оплатить своим сотрудникам нерабочие 6, 7 и 8 мая. А региональные власти за это время принять решение о дальнейших ограничительных мерах на своих территориях, исходя из тяжести, сложившейся с коронавирусом ситуации. В России удалось затормозить распространение эпидемии COVID-19. Но ситуация по-прежнему остается сложной. Пик еще не пройден. Президент заявил, что снимать ограничения будут постепенно. Призвал граждан соблюдать правила самоизоляции, чтобы вернуться к обычному ритму жизни. Особое внимание в своем обращении президент уделил выполнению его указов. Люди должны начать получать положенные им выплаты. Особенно это касается врачей и медперсонала. Поручаю правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. Но это не все. Прошу правительства совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Надо приступить к такой работе не откладывая. Уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы. Чтобы мы могли развернуть такую программу на полную мощность, согласованно, синхронно, с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с нею ограничений. Обращаю внимание, стратегическая задача такого общенационального плана действий не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире. Также президент поблагодарил медиков за самоотверженный труд и поздравил работников скорой помощи, которые 27 апреля отметили свой профессиональный праздник и сообщил, что принял решение сделать этот праздник официальным. В Самарской области введен запрет на посещение лесов. Он будет действовать до 11 мая. Что грозит нарушителям, выяснила наша съемочная группа. Лесные прогулки для самарцев под запретом. На период майских праздников в регионе введен особый противопожарный режим. Посещение лесов на всей территории Самарской области будет закрыто. У нас уже третий класс пожарной опасности. Все, решением региональной власти леса с завтрашнего дня будут закрыты. Не собирайтесь туда на шашлыки, не собирайтесь компаниями, не создавайте угрозу своему здоровью и лесам Самарской области. С начала года в регионе произошло свыше тысячи природных пожаров на общей площади более 55 гектаров. За нарушение режима противопожарной безопасности предусмотрены штрафы от 2 до 4 тысяч рублей. На должностных лиц до 30 тысяч, на индивидуальных предпринимателей до 40, а на юридические лица до 4 тысяч. К работе в пожароопасный сезон готовы 17 лесопожарных станций, около 100 единиц специализированной техники. Сотрудники МЧС просят жителей соблюдать меры безопасности, не сжигать мусор и не разводить костры на дачных участках. Уже в этом году природные пожары прошли по площади 55 гектаров, пострадало 10 гектаров леса. Давайте вместе защитим нашу область от природных пожаров. Я обращаюсь к жителям и прошу не сжигать мусор, а выносить его в специально отведенные места. На территории области в предстоящие дни будет стоять теплая сухая погода, которая будет сопровождаться сильными порывами ветра. Напомню, под запретом на майские праздники не только прогулки по лесу. Режим самоизоляции продлен на территории региона до 11 числа включительно. Нарушителям также грозят штрафы. Жители региона настоятельно просят все праздники оставаться дома и покидать квартиры только в случае крайней необходимости. Лариса Шлафаст, События. В магазинах и аптеках Самары в продаже появились средства индивидуальной защиты. Начиная с 1 мая в регионе ввели масочный режим. Маски нужно носить повсюду – в магазинах, общественном транспорте и во всех соцучреждениях. Всего в области более 350 человек заболели COVID-19. Несмотря на наступившие праздники, самарцев призывают соблюдать меры безопасности. Каким в этом году будет празднование Великой Победы, расскажет Мария Левина. На прилавке самарских магазинов и аптек начинают поступать в продажу маски и иные средства индивидуальной защиты. Причем по довольно демократичным ценам. С 1 мая в Самаре вводится масочный режим. Выходить из дома нужно будет только в масках. По-прежнему действует режим самоизоляции. И людям настоятельно не рекомендуют выходить из дома без необходимости. В каждом районе выстроена система информирования населения. Через лидеров ТОСов, депутатов и социальные сети людям напоминают о мерах безопасности, которые нужно соблюдать. Что касается общества инвалидов и совета ветеранов, они же все равно имеют территориальную принадлежность районную. Поэтому районы взяли вот эту историю всю на себя. Елена Лапушкина подчеркивает, все праздничные мероприятия 9 мая в Самаре пройдут без большого скопления людей. Ветеранов на церемонии возложения цветов не будет. Провести великий праздник в этом году городские власти призывают в узком семейном кругу. Я убеждена, что наши основные, наши самые красивые мероприятия мы перенесем на чуть более поздний период времени, когда все успокоится, когда мы сможем собраться вместе и воочию поздравить наших ветерантов и порадоваться всеми нашему замечательному, великому, такому городовому празднику. Несмотря на то, что массовых праздников не будет, Самару уже сейчас начали украшать. А 9 мая в небе над городом трудовой славы пролетит ТУ-160. Закончится торжественный день фейерверком. Мария Леевна, Максим Гусев, События. Особые слова благодарности в адрес врачей, медсестер и санитаров звучали в Самарской губернтской думе. Депутаты приняли ряд важных законов, направленных на поддержку тех, кто оказался в наиболее сложной ситуации из-за противоэпидемических мероприятий. Доплаты получат медики и малообеспеченные семьи. А ветераны труда – долгожданное возвращение ежемесячных пособий. Олег Зверев изучил все вопросы. Доходы областного бюджета снизились на 20% из-за ограничений работы предприятий и режима самоизоляции. Такую оценку дает областное правительство. Но ситуация не критичная. В последние годы легион развивался опережающими темпами. Это позволит сохранить финансирование национальных проектов и социальных программ. Но ряд долгосрочных проектов придется ограничить. Самарская область, уверен, пройдет с честью этот сложный период. Мы обеспечим в полной мере исполнение всех социальных обязательств. В этом нет никаких сомнений. Но, к сожалению, ряд наших проектов, которые мы задумывали вместе с жителями региона, нам придется притормозить, чуть-чуть отсрочить. Еще раз подчеркну, ни в коей мере не отставить навсегда, а только приостановить в этот сложный период. Сегодня приняты все меры, чтобы не допустить эпидемического распространения коронавируса, как это было в Италии или США. Перевыполнен план по созданию новых койко-мест в больницах. Установлены дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких. В клиниках медуниверситета оборудована кислородная станция. Сегодня депутаты Губернской думы одобрили изменения в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Расходная часть увеличена на 282 миллиона рублей. Из них большая часть, 168 миллионов, будет направлена на повышение зарплаты врачей и среднего медперсонала. Еще 67 миллионов на повышение квалификации медиков и ремонт оборудования. В нынешних условиях важно поддержать всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Многодетные, неполные семьи и родители, которые потеряли работу или существенно проиграли в зарплате. Для них утверждены региональные доплаты по 5000 рублей. И важная новость для ветеранов труда. С 1 мая им вернут ежемесячные выплаты, которые отняли в марте 2017 года. И я очень рад, что Дмитрий Ильич об этом давно сказал. Вот в этот тяжелый момент он сейчас нашел и средства, и все, все деньги, те, которые были отобраны у людей, они к ним вернутся. Возвращение выплат ветеранам стало возможным благодаря президентскому гранту, полученному по оценке социально-экономического развития региона за предыдущий год. Чтобы поддержать экономику региона на предстоящие годы, сегодня утверждены региональные налоговые льготы для туристического бизнеса и снижение налогов на недвижимое имущество предпринимателей. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События. Знать героев в лицо. В Самаре в честь 75-летия Победы портреты советских полководцев украсили станцию метро Победа. Там установили мемориальное панно. У Великой Победы нет времени суток, поэтому и памятные портреты устанавливали после захода солнца. На самой роскошной подземке провела ночь Мария Левина. На табло 23.05 тематический поезд прибывает на одну из старейших станций метро в Самаре, носящие имя Великой Победы. Она открылась в декабре 87-го на первой линии Самарского метрополитена. В Самаре две станции, посвященные теме Великой Отечественной Безымянко в честь Тружеников Тыла и Станция Победа. Архитектурно вторая самая роскошная. Ордена и памятные даты на стенах, много света, а теперь еще и портреты полководцев. Георгий Константинович Жуков, четырежды Герой Советского Союза, он дважды был награжден Орденом Победы. В народе после войны он получил звание Маршал Победы. С 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в надлинной станции метро установили мемориальное панно. Алексей Гореев – старший тональный мастер Самарского метрополитена. Обычно он вместе с помощниками смотрит за порядком в подземке, а сегодня в прямом смысле приложил руку к истории. Установил панно с изображением Георгия Жукова, к военным подвигам которого имеет отношение и семья Гореевых. Жукова. А почему Жукова? Ну, потому что у меня и дед тоже воевал с ним. Дед Алексей Сергей Сергеевич Пунин служил в разведке майором. Погиб в последний день войны, 9 мая. Это вообще все закладывается с детства от наших родителей, от дедов, от бабушек. Все это происходило. Конечно, это все и память возобновляется. Так торжественные дни. И ветераны в метро ездят, и молодежь тоже будут приобщаться. Вот сейчас, допустим, молодежь, которая будет посещать метро, уже будут знать полководцев. Поэтому я считаю, что это нужное дело. С предложением увековечить память полководцев Великой Отечественной, награжденных Высшим военным орденом, ранее обратилась инициативная группа жителей. Руководство Самарского метрополитена идею сразу же поддержало. Сейчас поступает много положительных отзывов от горожан о работе в рамках подготовки метро к 75-летию Победы, отмечают представители транспортного предприятия. Ко дню Победы в Самарском метрополитене провели масштабную подготовку. Отремонтировали деформационные швы, привели в порядок пути и лавочки на платформе, кассовый зал и переход. Отмыли хрустальные люстры, а все входы в метро на станции Победа украсили тематическими плакатами. Мария Левина, Максим Гусев, События. Самарская область приняла эстафету песенной народной акции «Наш День Победы». Это патриотическая акция, инициированная аппаратом полномочного представителя президента России в ПФО в Год памяти и славы. С 25 апреля по 8 мая регионы-участники передают друг другу эстафету, исполняя самую знаменитую песню «День Победы». Самарская область приняла эстафету от Республики Башкортостан. Песню исполнил Волжский русский народный хор имени Милославова. Передавая народную песенную эстафету Республики Татарстан, самарские исполнители напомнили, что в годы войны из Куйбышевской области на фронт ушли около полумиллиона жителей, а оставшиеся стали мощным тылом для фронта. Здесь ковали победу, проявляя трудовой героизм. Песни творческих коллективов Республик и областей транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях в социальных сетях под хэштегами «Песни Победы ПФО» «Наш День Победы». Каждый день к акции присоединяется новый регион, а в День Победы 9 мая легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне. В Самаре продолжается дистанционное обучение школьников, но не у всех есть техническая возможность иметь быстрый доступ к домашним заданиям. Одной из самарских семей, где пятиклассницу воспитывает одна мама, по инициативе главы Самары Елены Лапушкиной помогли решить проблему, подарили ноутбук и модем. Подробнее в сюжете Елены Малютиной. Она, как выпускница школы номер 79, узнала, что такая хорошая девочка есть, которая учится хорошо, которая такая прекрасная мама, которая тоже хочет сделать самое приятное. И вот Елена Владимировна попросила меня вручить подарок. Мама воспитывает Вику одна, и у женщины не было возможности приобрести для учебы дорогостоящую технику, а под льготную категорию людей, которым предоставляются компьютеры на время самоизоляции, семья не подходит. Поэтому все задания приходилось узнавать от учителей лично, что замедляло процесс. Но теперь у девочки появилась возможность учиться дистанционно. Подарок от Елены Лапушкиной стал приятной неожиданностью, рассказывает мама Вики Галина. Безмерно приятно. Спасибо всем. Спасибо, что не оставили нас без заботы, без поддержки в столь трудное время. Спасибо огромное главе нашей городской администрации Лапушкиной Елены Владимировны, выпускницы этой школы. Мы не ожидали. Девочка, которая воспитывается одной мамой, пятиклассница, обучается на 4 и 5. В доме у них не было возможности дистанционно обучаться, так как не было техники сегодня. Елена Владимировна Лапушкина, по поручению Елены Владимировны, я вручила этот ноутбук. И она имеет возможность, и не только она, но и мама, воспользоваться всеми интернет-ресурсами, не только для образовательного процесса, но самое главное, для развития личности. Виктория Клиценко пообещала теперь учиться на одни пятерки. Елена Малютина, Василий Колдашов, События. Жители Самарской области, которые вернулись в регионы с Турцией и Индией, находятся в Тольятинском обсерваторе. Их заселили в двухместные номера со всеми удобствами. Как туристы кратают время на карантине, расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Сергей Семьянов отправился в Турцию вместе с друзьями 16 марта. Уже в конце месяца, за три дня до возвращения на родину, компания получила тревожные СМС-сообщения о том, что их рейс перенесли. Из-за пандемии коронавируса ребята провели в Турции еще три недели. Обстановка была спокойная. Карантин действовал только по выходным. Магазины и аптеки по будням работали. Через несколько недель их депортировали обратно на родину, в Казань. Из столицы Татарстана жители Самарской области отправились в Тольятти. Первым мне уехали ребята из Башкирии, потом с Удмуртии, из Перми. А мы остались ждать всю ночь на территории клуба, в санатории. Нас там покормили, разрешили на втором этаже даже поспать на кроватях. Мы всю ночь прождали, а ждали мы рейс из Гоа, потому что нас с Турцией было 8 человек самарских, а с Гоа 51 человек. И вот когда уже все собрались вместе, как раз подъехали автобусы, нас погрузили. Ребята с Гоа ехали на двух больших автобусах. Мы с Турцией 8 человек ехали отдельно на газельке, ехали все одной колонной. И ДПС нас сопровождало с мигалками. Привезли в Тольятти. Сейчас туристы живут в санатории «Радуга» в двух местных номерах. У каждого из постояльцев есть телевизор, выход в интернет и отдельный санузел. Им приносят запечатанные боксы с горячим питанием. Выходить за пределы комнаты нельзя. Самое сложное сейчас позади. Мы находимся на территории России, Самарской области. Есть определенное, что через две недели после трех удачных тестов нас выпустят. И мы пойдем по домам. И это самое главное. Сергей и остальных туристов, которые находятся в Тольяттинском обсерваторе, должны выписать 6 мая. Если тесты на коронавирус дадут отрицательный результат, жители Самарской области отправятся домой. На переднем краю борьбы с коронавирусом сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Прибытков работает в красной зоне больницы Середавина, где лечат пациентов с COVID-19. Туда привезли и 8 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Их закупили на федеральные средства. О том, как он и его коллеги работают в таких условиях, смотрите в следующем сюжете. Хирург больницы Середавина Дмитрий Прибытков вот уже неделю работает в цикличном режиме. 4 часа в так называемой красной зоне, затем время отдыха и снова в красную зону на 4 часа. Дмитрий Прибытков лечит пациентов с COVID-19, помогая тем, у кого коронавирус сочетается с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это такие же пациенты, как и обычные пациенты у нашей поседневной работы. Бояться не надо, нужно работать, помогать людям, как мы это делаем. Все врачи больницы, которые сейчас трудятся в красной зоне, снабжены необходимыми средствами защиты и, согласно распоряжению президента России Владимира Путина, будут получать специальную доплату к зарплате. Для лечения больных коронавирусом в главном корпусе больницы развернули инфекционный госпиталь на 652 койки, 400 из них – реанимационные. Они обеспечены кислородом, оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких и специальными мониторами. Накануне в лечебное учреждение поступило 8 современных аппаратов ИВЛ, закупленных на средства федерального бюджета. Руководство больницы ведет мониторинг постоянный и по количеству больных, и по количеству задействованного оборудования. В случае необходимости мы ожидаем поступления также дополнительного оборудования. Всего на оснащение саморских больниц, в которых лечат пациентов с COVID-19, выделили более 1 миллиарда рублей. Помимо аппаратов ИВЛ, планируется закупить и другое необходимое для лечения коронавируса оборудование. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Сергей Баскин. События. Самая серьезная ситуация по коронавирусу сейчас в Москве и Подмосковье. На сегодняшний день в столице более 50 тысяч заболевших и более 10 тысяч в Подмосковье. Семья Зайцевых и Самары живет в Химках. Они рассказали, как у них проходит режим самоизоляции. Мы живем в Подмосковье, в городе Химки. Идет третья неделя карантина. Детям выходить на улицу запрещено. Очень тяжело переносится этот карантин дома. Все уроки, все дополнительные занятия, все по компьютеру. Свежий воздух только через форточку. Первые дни после введения особого режима в семье Зайцевых на улицу выходила только Екатерина. По QR-коду и строго за продуктами. Вскоре мама троих детей придумала, как организовать семейные прогулки. Но три недели уже прошло и неизвестно, сколько дней придется сидеть в квартире. С жильцами нашего дома в общем чате мы обсудили короткие 30-минутные прогулки с детьми. Всех предупредили и развесили расписание на подъездах. Гулять договорились по очереди, с 10-минутным перерывом, чтобы не встречаться в лифтах. Дом наш находится на загороженной территории. И сюда не могут попасть посторонние. Жили были два брата. Ну, правда, это были два дяденьки брата. Ну, два друзей. Как-то раз позвонили они друг другу. Один спрашивает. А ты знаешь, что лицо руками трогать нельзя? А другой в ответ. Да, я сегодня ногами бьюсь. Не успели мы выйти, как через пару минут нашей прогулки к нам подошла консьержка. Только я и объяснила, зачем мы здесь находимся. Тут же сосед с третьего этажа в открытое окно стал кричать и угрожать приездам полиции. На крик подтянулись другие соседи. Стали стыдить и грозить штрафами. Еще и дворник подоспел и тоже стал меня учить. Пришлось семье вернуться домой. Больше всем составом Зайцева во двор не выходили. Но Екатерина не унывает. Говорит, теперь у нее появилось время для совместного творчества с детьми. К примеру, они принимают участие в танцевальных флешмобах. Виктория Шаре. События. Каждая страна разработала свой сценарий борьбы с коронавирусом. Большинство, как и Россия, предпочти изолироваться. Правительство Нидерландов решило, что вирусом можно управлять. Выходица Самары, летчик Алексей Зайцев, который работает на грузовых самолетах, сейчас продолжает летать во многие страны. Он уже делал для нашего канала включение из Китая. И вот, что его удивило в Нидерландах. Эксклюзивное видео из аэропорта Амстердама. Число зараженных коронавирусом в Нидерландах очень высоко. За сутки оно достигло 37 тысяч человек. Растет и количество умерших. На сегодня это 4,5 тысячи человек. В больницах лечится почти 10,5 тысяч голландцев. Специалисты уверены, зараженных в стране больше, так как не все проходят тест на коронавирус. При этом летчиков из России работники голландского аэропорта встречают без масок и прочих средств защиты. Ну и вот, кстати, видите, все тоже люди обычные сидят, сидят, отдыхают. Никого, никого, кто носил бы маски, кроме нас. Более того, более того, говорят, что может подойти полицейский и спросить, а чего вы в маски ходите? Вы что, болеете? Нидерланды – страна, которая имела много колоний в разных точках планеты. Там голландцам приходилось сталкиваться с большим количеством экзотических тропических болезней. Поэтому в стране была создана школа инфекционной медицины, к ученым которой и сейчас прислушиваются. По их мнению, чем больше иммунная группа, тем меньше вероятность того, что вирус попадет на уязвимых пожилых людей и людей со слабым здоровьем. В Голландии уверены, на развитие сценария, который предпочла их страна, уйдут месяцы. Выработка группового иммунитета – дело небыстрое. И сейчас пенсионеры, которые находятся в группе, рискоизолированы. А остальные жители страны продолжают ходить без масок и антисептиков. Виктория Шарея, События. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова